Здравствуйте! Вы смотрите СтопФейкНьюз, дайджест опровержения неправдивой информации о событиях в Украине. С вами в студии Алина Суганяка. Российские СМИ придумали цитату Папы Франциска про Путина. Они сообщили, что Папа Франциск назвал Владимира Путина единственным человеком, с которым католическая церковь может объединиться для защиты христиан на Востоке. Но Папа Франциск такого не говорил. Изначально об этом сообщило 9 февраля издание «Спутник» со ссылкой на французское издание Le Journal de Dimanche, после чего фейк перепечатали такие интернет-сайты, как True News, Российский диалог и некоторые другие. На самом деле в материале французского издания прямых слов Папы Франциска вообще не было. Le Journal de Dimanche цитировал французскую писательницу Констанц Колонна Сезари, автора книги «Секреты дипломатии Ватикана». Она, как эксперт, комментировала изданию предстоящую встречу Папы Франциска с патриархом Кириллом. И фраза, вынесенная в заголовки российских СМИ, принадлежит именно ей, а не понтифику. Также российские СМИ некорректно подали слова президента Турции. Лента.ру сообщила, Эрдоган предупредил о возможном начале активных действий в Сирии. Журналисты издания якобы получили эту информацию от агентства Reuters. На самом деле ни о каких активных действиях в Сирии Эрдоган не говорил. Его речь касалась проблемы беженцев, в оригинале Reuters его цитата звучит так «Мы будем терпеть до определенного момента, а потом сделаем все, что необходимо». Вслед за лентой.ру искаженную и додуманную версию слов Эрдогана напечатали также независимая газета, РСН и другие. Некоторые сайты написали, что Эрдоган предупредил о вступлении в войну в Сирии, хотя такого президент Турции не заявлял. Фейк о киевских нацистах проиллюстрировали фотографии мародерства российской армии в Чечне. Информационное агентство «Новороссия» опубликовало материал, в котором один из местных боевиков, Игорь Ященко, без каких-либо доказательств, на словах обвинил украинскую армию в обысках и незаконных проверках документов, а также сообщил о том, что после этого в домах местных жителей пропадают вещи. Сообщение они проиллюстрировали вот этой фотографией. Каламбур ситуации в том, что на снимке российский военный, который мародерствует в Чечне. И эта фотография была сделана французским военным фотографом Эриком Бюве, в портфолио которого она и размещена еще с мая 1995 года. 6 февраля украинские и российские СМИ активно запестрили заголовками о том, что в Токмаке Запорожской области снесли памятник Тарасу Шевченко. Источником фейка стали слова депутата горсовета Токмака Вадима Лукаша, который рассказал, что такое решение было принято единоличным мэром города. Позже СМИ растиражировали самые разные версии происходящего. По одной из них Шевченко мешал местному кафе на площади. По другой памятник снесли по ошибке, видимо, перепутав его с памятником Ленину, который находился рядом. Как оказалось, это не демонтаж. Сам памятник просто переносят чуть дальше, ближе к горсовету. Об этом сообщила представитель управления культуры города Елена Корж. Фейк о сносе памятника Тарасу Шевченко опубликовали множество изданий. От украинского корреспондента до российского LifeNews. Это был выпуск StopFakeNews. Комментируйте и делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Присылайте нам на почту или через форму сообщить о фейке информацию, которую стоит, на ваш взгляд, проверить. Вы можете помочь проекту, перечислив средства на наш счет, который находится на нашем сайте в разделе «Поддержать проект». Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok